Здравствуйте, я географ Настя, и сейчас мы разберемся, почему самая большая пустыня планеты Сахара. А перед этим подписывайтесь на мой YouTube-канал и подписывайтесь на меня в ВКонтакте и в Телеграме по ссылке в описании под этим видео, где я также помогаю вам понимать природу России и планеты. Итак, пустыня Сахара расположена на севере в Африке, на территории Египта со столицей Каира, на территории Ливии со столицей Триполи, на территории Алжир со столицей Алжир, Туниса со столицей Тунис, Марокко со столицей Рабат, Мавритания со столицей Нуакшот, Мали со столицей Бамако, Нигера со столицей Ниаме, Судана со столицей Хартум и на территории Чада со столицей Джамена. А площадь Сахары 8 миллионов 600 тысяч квадратных километров. Это как половина территории России. Представьте, половина России покрыта песком. Это очень много. А в Африке Сахара занимает 30% материка. Название Сахара произошло от арабского «сахра», что означает «пустыня» и его множественного числа «сахара». Поэтому, когда мы говорим «пустыня Сахара», мы говорим «пустыня пустыни». Так почему же именно Сахара самая большая пустыня планеты? Еще 5000 лет назад Сахара была не пустыней, а природной зоной плодородной саванны, как в мультике «Король лев» с полноводными реками, обширными озерами, болотами, богатыми растительным животным миром. Люди жили в Сахаре десятки тысяч лет. Сначала они охотились на диких животных, затем начали разводить скот. Скотоводство появилось 8000 лет назад у реки Нил и постепенно стало распространяться на запад Африки. В то же время в Сахаре начинает доминировать кустарниковая растительность, которая считается предвестником полного опустынивания. По мере того, как растительность становилась меньше, отражаемая солнечная радиация увеличивалась, что уменьшало частоту выпадения дождей и вообще, в конечном счете, свело их на нет. Такая огромная территория с песком могла образоваться благодаря только реке. И действительно, с помощью спутниковых снимков в Сахаре была обнаружена погребенная под песком река Таман-Рассет, существовавшая около 5000 лет назад на территории современного Алжира. И в районе Мавритании впадала эта река в Атлантический океан. Река в итоге пересохла из-за отсутствия растительности, а песок остался. Подхватили и усугубили засушливость Сахары следующие природные условия. Пустыню Сахару пересекает северный тропик, на котором на территорию выпадает большое количество солнечной радиации, тепла, жаришки. Поэтому очевидно, что большую пустыню нужно искать на тропиках. Южная полушария имеет только 30% суши, поэтому суши на южной тропике мало, и она вся вот такая тоненькая, и негде разгуляться в пустыне. А самый широкий участок суши, который пересекает северный тропик, находится только в Африке. И это вот вся территория Сахары. Вдоль северо-западного побережья Африки в Атлантическом океане проходит холодное Канарское океаническое течение, которое не несет с собой влаги. Таким образом, Сахара, самая большая пустыня планеты, из-за бесконтрольного животноводства, еще до нашей эры, которое уничтожило растительность, из-за расположения на северном тропике и из-за влияния холодного Канарского океанического течения. А если вы организовываете походы и туры, или вы путешествуете по миру, если вы хотите знать и понимать, как образовалась природа вокруг в любой точке планеты, если вы хотите рассказывать о природе, группе, любому человеку, ребенку, и стать самому себе экскурсоводом в природе, расширить свой кругозор, понимать, к какому типу относятся форма рельефа, что это за форма рельефа, как мы их видим, как мы их определяем, какие есть природные, какие есть водные объекты, какие есть типы погоды, конкретно сейчас, какие есть типы климата, как он представлен, как мы это чувствуем, понимаем, просто раздействовать все свои рецепторы, вкусовые, зрительные, анализаторы, слуховые, уши, слух, все, то в этом вам поможет мой онлайн-курс «Природа мира». Переходите по ссылке в описании под этим видео, знакомьтесь с программой курса и бронируйте свое место на курсе, где мы без трехэтажного географического, понятными, простыми словами, с легкими, интересными примерами, с развитием вашего мышления, запоминания с помощью карты, только интересная карта, не как в школке, мы сами научимся чувствовать природу по кругу. Сахара и так большая, к тому же она постоянно увеличивается. Каждый год южная граница пустыни сдвигается к югу на 6-10 километров, что начинает теснить зону саванн и вспоминать мультик «Король лев». Это наглядный пример саванны. И, конечно же, пустыня начинает теснить влажные катериальные леса в Африке. Африка – это самый жаркий материк, однако самый сухой материк планеты – это Австралия. Пустыня для природы – это норма. В норме – это редкость. Но в норме – это редкость. А сейчас увеличение пустыни, это уже происходит как обыденность. Пустыни непригодны для сельского хозяйства, чтобы прокормить население планеты. Пустыни непригодны для комфортной жизни. Пустыни и полевые бури вредят нашим легким. Наступление песков уничтожает поля, населенные пункты, реки, озера, губят растения и животные. Человечество своей хозяйственной деятельностью создало пустыни, развило пустыню. Человечеству это и исправлять, потому что мы рубим сук, на котором сидим. Поэтому нужно засаживать деревьями и кустарниками границы леса, степей, степей и полупустынь. Нужно отказаться от выпуска скота в этих природных зонах. Нужно уменьшать выбросы углекислого газа в воздух для борьбы с глобальным потеплением. Потому что природа — это наш единственный дом, за который только мы, человечество, и ответственны. Спасибо вам за внимание. С вами была я, географ Настя, и увидимся в следующем видео.